Приветствую, мои друзья и гости канала! Всем огромнейший привет! И сегодня у нас 11 число, 11 июня. А значит, завтра что у нас? А значит, завтра пятница, 12-е. И, конечно же, по старой доброй традиции, ну, российской традиции, у нас будет короткая неделя. И, соответственно, мало отдыхали люди с конца марта, апреля и мая. Еще и в июне у нас так уж получилось, что у нас будет две короткие недели. Отсюда мы можем сделать выводы, что большинство из вас так ничего и не заработают, ну, чтобы нормально отдохнуть, потому что слишком много отдыхаем. Ну, а мы переходим плавно к новостям, которые у нас есть в Сочи. И первое, что хотелось бы сказать, что в Сочи сотрудники ГИМС, ГИМС такие, вот есть такое агентство, агентство ГИМС, проверяют пляжи и, конечно же, там, за некоторые определенные подарочки могут спокойно открыть. Из 65 пляжей открыто 20. И один из них – это пляж Ривьера. Я там был подавчера. Хороший, обалденный пляж. Все классно сделали. Мне единственное, что не устроило, что набережная стала еще меньше. Каждый год набережная становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Но вот именно сам отдых именно на воде сделали круто, потому что все обновили, все красивенько, все прекрасно. И, в общем, действительно, центральный пляж Большого Сочи. Я считаю, что парк Ривьера и пляж Ривьера – это топчик, топчик, действительно топчик. Поэтому вот как бы так. 20 пляжей открыто – это круто. В Сочи продолжается работа по переходу котельных с угля на природный газ. Да-да-да. Если вы думали, что в Сочи уже все котели на природном газе, то вы ошибались. Даже я не знал. До сих пор, оказывается, углем пользуемся, до сих пор там дровами топим и так далее. И старыми покрышками. Поэтому, 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 поэтому. В общем, все у нас потихонечку происходит модернизация. И вполне возможно, скоро те страшные трубы, которые вы иногда видите в районе Яна Фабрициуса и так далее, они исчезнут. Потому что будут более современные, нанотехнологичные и так далее. Сочи, Сочи, Сочи присоединился к всероссийской патриотической акции. Ну, что они так делают? Вот у нас, значит, надо камеру все-таки разворачивать. Два таксиста остановились, открыли двери и с друг другом разговаривают. Дебилоиды. Я вот, честное слово, я не знаю. Вот, и чем больше я передвигаюсь в Сочи, тем мне больше начинают теперь раздражать все таксисты. Потому что, ну, это, ну, как бы, ладно, все, короче, проехали. А то сейчас меня опять начнут борьбить. В Сочи идет строительство одновременно четырех школ. Первая школа. Это у нас строится на Мамайке, на 800 мест. Вторая школа. У нас идет перестройка к 23-й школе. Это на 400 мест. Третья, это наша школа, строится в Лазаревском районе. И четвертая, это у нас строечка идет в школы в Кудепсте. Поэтому для детишек все больше, больше, больше. Обещают, что в 2021 году, получается, через год, ну, как бы детишки уже в первый класс пойдут уже в новые школы. Это круто. Жители Сириуса 13 сентября выберут себе депутатов. Ну, классно. В Сочи оштрафованы две мошенницы за псевдоинвалидность. Ну, вот бывает такое, да. Жара отступает в Сочи, и к выходным испортится погода. И когда Максим обычно на выходные хочет поехать на рыбалку, погода меняется. И погода меняется не в лучшую сторону. И это чертовски обидно. Потому что вот сегодня, да, пока рабочий день, сегодня жарко, хорошо, ну, как уж хорошо, нет, сегодня жарко. Хорошо, когда, знаете, когда посередине недели дождь. Вот это хорошо. А вот когда дождя нет, это плохо. Однозначно плохо. Поэтому, что могу сказать, выходные будут дождливые, но сейчас море прогревается, люди уже купаются. В общем, круто, 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 еще раз круто. Следующее, в Сочи зарегистрировал новый случай смерти от коронавируса. Ну, как бы здесь уже без никаких шуток. Не будем мы с вами про стеллажи шутить, ничего. Ну, один есть. Получается, один за месяц. 13 сентября в Краснодарском крае пройдут выборы губернатора. Я не знаю, как будут выбирать губернатора, если честно, но я бы точно сходил бы, проголосовал бы, точно не за нынешнего губернатора. Статистика на 10 июня. В Сочи выявлено 6 новых случаев с заболеванием COVID-19. Коронавирусный отпуск. Как планировать отдых летом 2020? Все рекомендуют брать отпуск и все остальное, начиная с 1 июля и отдыхать до 30 сентября. Ну, это обычно так всегда и было. В июне мало кто прилетал, но вот как бы те люди, которые хотят прилететь, они прилетают. Энергетики предупреждают охранную зону ЛЭП место повышенной опасности, потому что сочинскими застройщиками им по барабану ЛЭП или не ЛЭП, они строят и пытаются потом как-то узаконить. В Сочи опрокинулась бетономешалка, водитель погиб. Ну и, конечно, как вы думаете, в каком районе опрокинулась бетономешалка? Все правильно. Говорите в Веселом, потому что в Веселом есть такая дорога в Шиловку, там все очень узко, все непонятно и также есть там и обрывы. Ну и, в общем, водитель взял, поставил на обрыве бетономешалку, поставил ручник, ну ручник же там, что ли, и все, и кердек. Жалко, что, конечно, водитель погиб. Ну вот, как бы, ребята, вот эти вот новости, то есть как бы и все, по большому счету. Таких прям новостей глобальных нет. Больше такого и ничего не произошло у нас в Сочи. Недавно, как бы, единственное, что там, как бы, есть такие... Единственное, что вот еще у нас Роза Хутор открывает 9 отелей, прям точно уже должны вроде открыть уже к субботе. Посмотрим, что по факту получится. Ну и, соответственно, уже начинают открывать те самые прогулки. Хотя, с другой стороны, мне кажется, по 8 человек, когда сидят в кабинке, да, это не есть хорошо. В общем, у нас, знаете, все равно. Как бы никто ничего не говорил, но театр абсурдом. Да, в переполненном автобусе ехать можно, но при этом в парк Ривера пройти нельзя. Парк Ривера до сих пор закрыт. И так далее. И вот этот у нас вот каждый раз на... Не знаю, там... Вот я иногда смотрю на все это, что происходит, и думаешь, кто это люди? Кто это придумал? Зачем это так? Теперь следующий момент. Прочитал сейчас уже один комментарий. Максим, вы не правы. Риэлтора ноги кормят, поэтому 95% времени риэлтора проводят в полях. Это кто вам такое сказал? Это вам сон приснился, что ли? Или это когда ваш муж ушел с друзьями попить пиво, сказал, что он пошел с клиентами? Я вчера так получилось, что пиар за все это время два раза зашел в офис к нам. Офис переполнен. Так получилось, что я вчера был в жилом комплексе Гранд Парк. Я вчера был в жилом комплексе Босфор. Я вчера был в жилом комплексе Место под Солнцем. Я вчера был в жилом комплексе Облака. Я вчера был в жилом комплексе Атлантис. То, что я не снимал, но у меня на видео не появилось, это не означает, что я там не был. Просто одно и то же снимать не хочется. И знаете, вот в Сочи 10 тысяч риэлторов. И вот по какой-то случайному обстоятельству я ни одного риэлтора не встретил ни на одном объекте. Сейчас было жарко. Я не знаю, я пока вчера снял видеоролик про Гранд Парк и думал, сдохну на этой крыше. Там все текло, все такое. Но в то же время, после того, как Гранд Парк отснял, это было время 4 часа дня, я заехал на работу, это было 15 минут 5-го. И там у нас просто сложно было составить договор. Ну реально, бывает легкий договор, бывает сложный, замороченный. И моей присутствии нужно было. Ну и, соответственно, опять зашел, не заняясь, знаешь, что-то немножко приболел. Очень много у нас наших сотрудников было, в том числе, которые находились на своих рабочих местах, возле компьютера. Ну и, конечно же, ни про какие объекты, что кормят ноги, там подобного не было. Поэтому, ребят, вы заблуждаетесь. Действительно, я увидел все красивые, все действительно там в рубашечках, в туфлях лакированных. Ну круто, я тоже так хотел походить. Но я вчера в офисе побывал буквально два раза там по чуть-чуть. Все остальное время я у нас был, как говорится, на объектах. На объектах, там еще встречи у меня были, еще там что-то было и так далее. Поэтому, 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 смотрите сами. Тоже решайте сами. Я бы и рад бы сказать, что все супер, все классно и так и подобное. Но не могу такого сказать. Знаю многих риелторов, у которых уже по 4 месяца нет ни одной сделки. Также знаю риелторов, которые, соответственно, и занимаются. Если взять, вот я недавно, вот сейчас зашел, хоть доску посмотреть, да, я стою на первом месте, все как положено. Если, например, взять даже нашу компанию, то у нас тоже существует правило Паретта. У нас 20% сотрудников, да, например, в компании 100 человек, к примеру. 20 человек делают вал больше, чем те 80. Это так оно и есть. Суровая правда. А если возьмем тех, которые делают вал больше, чем еще этот, то там их всего одних и тех же 5 человек, которые действительно, как бы, вырываются подальше, чем другие. Из 150 человек. Ну, если взять общую такую статистику, то действительно, как бы, ну, может быть, из 10 тысяч риелторов, может быть, процента 3, которые действительно могут в этой области себя проявить, в этой области заработать и так далее. Поэтому, когда вы мне пишите, Максим, мы хотим приехать, хотим купить недвижимость, мы хотим работать с риелторами. Ребят, дорога открыта в любое агентство, вас с большим удовольствием возьмут. Например, в ноябре будет у Миши, вот моего друга, а, в октябре, у Миши, моего друга, будет юбилей. Год, как работает риелтором и год, как нет ни одной сделки. Ну, я, на всяком случае, надеюсь, что поменяется лучше. Я себя подбадриваю. Миш, давай, давай, давай. Вперед из песни. Ну, если что, как бы, мы прям соберемся где-нибудь, где-нибудь, знаете, на лавочке. Потому что, по идее, ну, нельзя, как бы, собраться ни в кафе, ни в ресторане, если ты год, как бы, работаешь, но деньги не зарабатываешь. Вот. И если вы думаете, что это единичный случай, вы ошибаетесь. Очень много тех людей, у которых именно не получается. Вы думаете, откуда появляется столько хейтеров, столько завистников и тому подобное? Это все те люди, которые пробовали себя в роли риэлтора, не получилось. И они не смотрят на себя. Они пытаются найти в других какие-то изъяны и тому подобное. Это вот суровая правда жизни. Поэтому, поэтому, смотрите сами. Кстати, скоро проведем эксперимент. За эти кромочности две недели самоизоляции. Все еще пойдет устраиваться на работу. Если будет интересно, я вам скажу, как все это прошло, куда устроилось, сколько зарабатывает, сколько ты зарабатываешь, да? И так далее. Ну, если, конечно, вам будет интересно. Ну, а не будет интересно, просто будем работать. Ну, тетя уже переехала сюда с концами. Ну, что взяла и переехала. Вот так вот бывает в жизни. Да, родители пока еще не переехали. Посмотрим, что получится. А так, конечно, видно будет. Ладно, ребят, вам всем отличное настроение. Вам всем добра. Как вы видите, сегодня новостей-то особо таких вот и нет. Единственное, что вот сегодня с утра опять эти письма. Знаете, я когда прихожу в туалет, ну, туалет – это святое место, как бы, ну, есть, конечно же, вам неприятно слышать, конечно, может быть, те люди, которые в туалет не уходят и, как бы, извиняясь перед теми, вот тогда слабоухими, вот извиняясь. А вот я, когда иду в туалет, я начинаю проверять почту. И вот сегодня пришло несколько уведомлений, что цены поменялись. Хотя, кажется, как могли цены поменяться 11 число? Обычно меняется на с 15-го там это раз, и цена поднялась. Поэтому, если кто-то ждет там супер каких-то там предложений, ну, вы не дождетесь. Да, у меня сегодня будет пару предложений для своих, потому что, я думаю, не для каждого дойдет. У меня сегодня будет один вариант в Атлантисе, одна квартира будет по хорошей цене, по дешевой. Одна квартира будет в... Короче, одна квартира будет в облаках, ну, ниже рынка. Одна квартира будет в Пватро, ниже рынка. На Соблевке я уже вам показал, ниже рынка. И одна квартира будет у нас в жилом комплексе Грант, который уже построен. Там тоже есть квартира двухкомнатная по цене ниже рынка. А остальное пока даже я не могу предложить. Вот как бы так. Ладно, ребят, вам всего хорошего строения, вам всем добра и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова